Привет-привет! На этих выходных мой любимый город Киев отмечает свой день рождения. Именно поэтому сегодня я решила сделать веточку цветущего каштана. Потому что у многих людей, а особенно у иностранцев, Киев ассоциируется именно с цветущим каштаном. Итак, для соцветия каштана нам понадобится 4 квадратика разных размеров. Первый я сделала 21х21 см белого цвета, второй бледно-желтый 18х18 см, третий белый 16х16 см, и четвертый ярко-желтый я сделала 14х14 см. Также для листочка каштана нам потребуется 2 одинаковых квадратика зеленого цвета, 20х20 см. Начинаем делать соцветия нашего каштана. Зеленые квадратики можем пока что отложить в сторону. Начнем делать соцветия. Для этого возьмем для начала самый большой квадрат белого цвета. Сгибаем его книжкой, то есть стороны параллельные встречаются. Вот так вот. Раз. Разгибаем. Делаем то же самое с другими сторонами. Вот так вот. Теперь делаем базовую форму блинчик. Для этого каждый уголок сгибаем к серединке. Вот так. А теперь мы займемся гофрированием каждого согнутого, загнутого кончика. Для этого мы сначала отогнем его немножко вниз. Вот так вот. Теперь поднимем наверх. И прижмем ровно к сделанному сгибу. Вот так вот. И продолжаем точно так же. Теперь делаем то же самое с остальными сторонами. Вот так вот отгибаем уголочек вниз. Вот. Теперь поднимаем его наверх. Вот так. Ровненько к линии. И снова. Вниз. И наверх. На днях мы с родителями гуляли по городу. И заметили, что каштаны уже почти отцвели. Но я сделаю эту веточку и поставлю на столе. И она простоит у меня целый год, напоминая о этом чудесном времени, когда в Киеве цветут каштаны. Гопрированием я окончила. Теперь наметим еще одни сгибы. Для этого сделаем книжку. Параллельные стороны у нас встречаются. Раз. И два. Вот так. Теперь перевернем квадрат. Теперь один уголок загнем примерно до серединки. Вот сюда. И наметим, проведем пальцем, не по всей линии, а только вот так вот посередине. Чтобы получать вот такая полоска. То же самое мы сделаем и с другими уголками. Видите? В середине у нас образовывается вот такой вот квадрат. Есть. Теперь перевернем и вовремем его внутрь. Вот таким вот образом. Ровненько все прожмем. Вот так. И вот эти вот. И неверно. Нижний ярус готов. Четыре яруса соцветия уже готовы. Теперь соединим наши детали. Для этого вставляем друг с друга от самого большого к самому маленькому ярусу. Возьмем для начала самый большой ярус. И вот таким вот образом вставим в него чуть поменьше. Видите? Дальше делаем то же самое с третьим ярусом белого цвета. Вот так вот осторожно вставляем этот ярус. И завершаем четвертым самым маленьким ярусом. Вот и получилось соцветие нашего бумажного каштана. Теперь приступим к листику каштана. Для этого возьмем два заранее приготовленных квадратика зеленого цвета одинаковых по величине. Один квадратик мы можем пока что отложить, так как поработаем с другим. Сложим наш квадрат по диагонали. и разрежем по линии. Отложим получившиеся треугольники и берем второй квадрат. Сложим его опять диагонально. Теперь перевернем и делаем вторую диагональ. и по намеченным линиям разрезаем. Вот так. Все треугольники приготовлены. Возвращаемся к большим треугольникам. Возьмем для начала один. Теперь займемся его гофрированием. вот таким образом. Здесь уже треугольнички у нас получатся побольше. Вот так. Вот таким вот образом гофрируем наш листочек. Теперь склеим. Берем клей. Мажем всю полосочку нашу. И перегнув пополам склеиваем вот так вот две стороны. И расправляем. Получился один большой листочек. Запомнил, Миша? Да. Теперь давай сделаем то же самое, только с треугольничками размера поменьше. Вот тебе один и мне. Давай гофрируем их. Точно так же, как я гофрировала большой листик. Только ровненько. вот так. А теперь перевернем и перегнем пополам. Я еще не доделал. Я только одну начну. Давай, доделывай. Вот так. Переворачивай и перегибай пополам. Получившуюся полосочку. Давай на столе. Так получится ровнее и красивее. Да. А теперь смотри. Вот эту линию мы должны с тобой намазать клеем. Вот так вот. Видишь? И так как мы перегнули, оно у нас уже очень ровненько получится. Легко склеить листочек. Вот так. Посмотри, какой красивый листочек выйдет, когда ты его расправишь. То же самое мы должны сделать с двумя оставшимися маленькими треугольничками. Листики каштана готовы. Мы их пока можем отложить в сторону. Вот так. И возьмем оставшийся большой треугольник для того, чтобы сделать веточку для листочков. Вот так перевернем острым кончиком к себе. Начиная от этого кончика мы будем понемножечку закручивать в трубочку наш треугольник. Вот. А теперь оставшуюся вот часть мы наклеим помажем. Вот так. И продолжим заворачивать. Порошенько все прижима. Готово. Теперь склеим каштанчик. Смотри, Миша, для начала я по бокам наклею маленькие листочки. вот так. И вот так вот. А потом посерединке еще приклею большой. Понял? Давай мы это сейчас и сделаем. Это как клен. Мишла. Ну, да, листочек. Только это у нас будет каштанчик. и он у нас получится очень-очень красивый. Давай. Да, молодец. А теперь я переверну большой листочек и намажу его клеем посерединке. И приклею на трубочку. Готово. теперь ставим соцветие каштана на его листик. У нас получился вот такой замечательный символ города Киев. говорит о плотном листочке листочке его листочке